итак народ привет приветствуем вас в новом сезоне 17 года вызвали нас на объект человек тут или купил или строится сейчас узнаем и конденсат его мучает сейчас вот планчик снаружи вон видите какие сосульки сталактиты и сталагомиты все это уже налить сантиметров 30 там по краям по карнизам первый признак греем улицу ну что пойдем во внутрь власти не тренси георгий так течет влага вообще дмитрий рассказывайте что случилось когда соответственно дали нас до этого дома отапливался электричеством куда температура была в доме порядка 12 градусов после того как дали газ температура 18 градусов но уже когда топили и был 12 градусов до появились потеки на по стене на втором этаже соответственно думали что это все как конденсат сейчас прогреется все должно уйти после включения газа интенсивная стена стану мокрус скрыли участок вчера вот обнаружили наледи обнаружили наледи да посмотрим старая песня главном который вскрывали да нет я такой же мне надо посмотреть контур обрешетка есть почему а вот здесь нет вообще она есть есть если два с половиной какой конденсат смотрите что делается вообще допустим конденсат на округе нет конечно не допустим посмотрите какие печали сосульки я вынужден констатировать что крышу нужно менять смотрите вот здесь должна быть мембрана стоять что а это я не знаю это цена ему тысячи рублей это пароизоляция пароизоляция и здесь должна быть стоять мембрана но продых допустим ладно два с половиной допустимо у вас 25 миллиметров рейка потом толщина утепления должна быть чуть побольше здесь менее 150 минимум 200 хотя у нас по региону по науке идет 250 хотя бы 200 далее и вторая ошибка еще в пароизоляция должна быть четко сделано все примыкания сколько у вас он видите дырок он посмотрите на каждом столбе видите окна здесь я просматриваю видите щели видно окно он там все в кондиции все это должно быть завернуто сделано культуру вот сюда против проникает тепло попадать то есть задача вот этой пароизоляции отсечь вообще теплый воздух оставить его здесь внутри ну допустим то что я вижу у вас вот здесь она попадает да там у нас получается у нас проблему но самое важное то что вот пароизоляция в гидроизоляция верхняя но за затекает не а почему а там что ну дым охоте нет я вам говорю допустим если делать гарантированно если вы строите для себя кошмар но я я еще знаете что могу сказать что что усилило вот этого вашу беду что вы делаете штукатурной работы стяжку это еще добавил ну без разницы сейчас он был мороз минус 30 потом перепад вот сейчас до нуля и вот конденсат это его режим сначала он превращается в изморозь у дома как и не он там лежит шкребешь над ям этом сантиметра полтора этого и не тома когда 0 в стены идет здесь по пленке да это это вода собирала здесь получается истекала правильно по стене она не должна вообще собираться есть если конденсат как как положено по гидроизоляции будет через софита там как-то испаряется или просто наверху испаряется смотри власти видел стыковка обрешетки то да 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 то все на стропила должна стыке вот я еще и говорю здесь получается обрешетка не ну что вот вот здесь перестенок был утеплен правильно так хочу такой холод отсюда идет она вот же улиц уже улица это вот вас фасада сантиметров 40 а это сколько пеноблоком а десятка десятки все еще и счетом облицовочные нет я ребят смотрю я просто к чему где у вас фасад я марва то не вижу вот стоят на подпорках стропила и уходят туда за пеноблок я его не вижу там он есть до до доска до я пока не вижу там уже финиш на третьем этаже железо ну просто примкнут кирпичами то есть практически дымоход что ну что в течет дымоход не но дымоход и что это знаете дымоход это двигатель в машине не работает дымоход пробило колесо посмотрите у меня колесо пробита машина вообще двигатель за заклинил это вот из этой серии это ерунда это в комплексе будем допустим кто-то делать ему и все это вылечит это мелочь все равно до него под доходить разбирать там все вокруг него разбираться печально дмитрий очень чем 300 но по работам где-то месяца полтора ну да потому что тут же не разгонишься не прям все не вскрою что на частями леса оставить частями получается у вас все окна вверх двинуться хорошо что вы сейчас чтобы отделку сделали окна они уходят вверх вместе с кровли их на снимать разбирать оклады разбирать и если кровли поднимется вверх там на два с половиной сантиметра окна вместе с ними это элемент кровли тут на смотреть оклады все новые потому что я не вижу не это окна факра по маме они велюкс 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 или 1 попал велюкс 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 видите у вас влага от штукатурки они запотевшие оклады новый потому что когда ставили окна всю кровлю крылью где-то это октябрь месяц вот это вот сейчас в октябре так а где здесь в комплект к окнам идут там два оклада здесь вы увидели поролон уплотнители специально на этом сэкономили по-любому вот ну я думал ладно это допустим 5-6 лет назад 7 а сейчас идут вот этих доп элементы то есть оклады к окнам поролона уплотнитель чтобы щелей не было как раз они отвечают за это здесь все туши свет бросая гранату здесь надо идти к отделке отделку вообще не надо делать надо пока с крышей разобраться тут ничего касаться дальше на просто держать если вы мне не верите не ну ради бога ради бога подожди вам говорит что это как бы рассосется пройдет нам а на bé slash ала например корпус париться больше не будет ну вы верите они вот эту нижнюю часть забрали мы ее я лица здесь уставлял короче получилось так что вот с этого с нижнего вот прям ульются дел constitu ты шла кода тупы и 1 знать особенно визу видео материал Гидроизоляционный материал Но дешевый Он не дышит Он должен дышать Этот материал применяют К холодным кровлям Где у вас чердак Монолитная плита А здесь у вас хранятся Холодный чердак А для мансарда он не пойдет Для мансарда нужен дышащий материал Итак друзья Вы видели репортаж с места событий Хочется добавить еще пару слов Клиент сказал что Крышу ему делали И объясняли они отделочникам Как делать крышу И уехали отдыхать на это время В октябре И что собственно и получилось В принципе контрабрешетка сделана И самыми дешевыми Дешевыми материалами Вот Я хочу сказать что в принципе Благо то что строитель Там старший Или прораб Или кто он Он не отказывается Он находится там Не знаю там как Закончится У них совместные дела Поживем увидим Но Занимается он отделкой Все таки строит дома От фундамента до кровли В принципе Его конек это отделка Общество Общее строительство И отделка Кровлю Ну Вот Делай Поскольку Поскольку Вот так бывает Когда люди берут Вот умеют Знают все И берутся за работу Я например Никогда не буду Штукатурить стены Или там Класть плитку Потому что я даже не знаю Пропорции Там как Клей Раствор Замешивать Или мне Надо узнавать Учиться Вот Каждый должен заниматься Своим делом Вот что я хотел сказать Очень печально Потому что Люди Никак не рассчитывали На этот ремонт Конденсат Болезнь хроническая Она Если он есть Он обязательно Появится Опять В холодное время В отопительном сезоне Редактор субтитров Корректор А.Кулакова